Это моя школа. Первая в стране с преподаванием ряда предметов на французском языке. Она была создана в 1949 году по инициативе Комитета информации, объединявшего тогда МИД, военную и политическую разведку. Им руководил Андрей Вышинский, слывший самым образованным приближенным Сталина и хорошо понимавший растущую потребность страны в знатоках западных наречий. В тот год Вышинский, заручившийся одобрением Верховного Главнокомандующего, приказал министру образования СССР Кафтанову в порядке эксперимента открыть в столице две школы – английскую под номером 1 и французскую под номером 2. Он же лично одобрил кандидатуру первого директора нашей школы. Им стал Григорий Иванович Суворов, отозванный из Великобритании с дипломатической службы. Значит, суконные гимнастерки, холщовые гимнастерки и петеля. Сначала у нас гимнастерки были и ремень, ну как гимнастическая форма. И вот такие шапочки у нас были. Новое учебное заведение было основано на базе мужской средней школы номер 236 в Огородниковом переулке, где трудились блестящие преподаватели по французскому языку. Многие до этого работали при посольствах за границей. Попав в команду спецшколы номер 2, они стали авторами методических программ и школьных учебников. Благодаря стараниям педагогов выпускники поступали в лучшие вузы. Многим французский язык просто очень облегчил жизнь в дальнейшем. И очень интересно, что в общем у школы есть репутация. Когда ты говоришь, что ты закончил вторую спецшколу, по крайней мере, молодежь-то уже не очень знает, потому что сейчас такой школы нет, а тогда это... В 1956 году школа переехала в новое здание в больничном переулке. Двумя годами позже к нам пришла работать молодая выпускница факультета иностранных языков Ростиславлева Евгения Михайловна. Начав с должности старший пионер-вожатой, она осталась в школе преподавателем французского, а затем стала заместителем директора, проработав здесь в итоге около 50 лет. В 1960 году у нас появился кукольный театр на французском языке. В 1961 году директором школы стал Яков Степанович Кильдишев. Одной из главных задач он считал внедрение практических навыков использования французского языка. Именно в это время вводятся предметы на иностранном языке. География, история, военный и технический перевод. Учащиеся осваивают машинопись на французском языке и получают свидетельство машинистки-инокорреспондента. При Кильдишеве в школе открывается музей французского сопротивления и участие в нем советских людей. Он получает статус федерального. Его посещают летчики полка Нормандия-Неман, герои Советского Союза Жак Андре и Леон Кюфо. В 1966 году школа получила имя писателя Ромена Ролана, лауреата Нобелевской премии по литературе. В связи с этим нас с официальным визитом посетила вдова драматурга Мария Кудашева в девичестве Кювелье. Кстати, к нам приезжало много высоких гостей. Например, королева Бельгии Елизавета, побывавшая с официальным визитом в Советском Союзе. Высочайшая особа изъявила желание познакомиться с французской спецшколой. Она долго беседовала с детьми и была восхищена их произношением. Мы ее видели, и там вот где-то на пятом этаже, а ей кого давали? Ей представили, там таких вот маленьких, в фарточках, в бантиках, а не песенки. Она была так счастлива, наш директор с ней разговаривал. А мы здесь стояли, нам тоже было интересно посмотреть на живую королеву Бельгии. Бывали у нас в гостях и мэры французских городов, сотрудники посольства Франции. Нас навещали и звезды эстрады. Среди них посетившая школу в 90-е годы певица Патрисия Каас. В 1967 году в школе был основан музей города Пантена, побратима Дзержинского района столицы. Его основателем стала учитель французского языка Нина Петровна Олейникова. В 1969 у нас был организован ансамбль старинной французской песни. В это же время развернулась большая спортивная и туристическая работа. В декабре 1987 года в соответствии с принятым решением исполкома города Москвы об упорядочении номеров московских школ мы получили номер 1215. А через два года здесь начали углубленно изучать не только французский, но и английский язык. В 1988 году в школу заместителем директора по учебному процессу пришла Тихомирова Инна Николаевна, которая в 1990-м была избрана на должность директора. Учились мы последние два года. Было такое счастье учиться под руководством Инны Николаевны Тихомировой непосредственно. Было трудно, скажу вам, это очень требовательный педагог, который никогда не поставит оценку просто так, который требует максимального приложения усилий для достижения результата. Ведение второго языка в школе позволило нам в 1992 году стать членом Ассоциации европейских лицеев «Горизонт». Ученики получили возможность участвовать в культурных обменах с ровесниками из других стран, проходить языковые и тематические стажировки за рубежом. Наших ребят стали задействовать в совместных международных проектах. С начала 90-х годов в школе было сформировано ученическое самоуправление. Проект курировала любимый всеми преподаватель географии на французском языке Людмила Васильевна Бармина. Тогда же было организовано движение «Дорогую добра», в рамках которого проводились благотворительные мероприятия с участием знаменитых актеров и журналистов. Мы много лет принимаем участие в работе фонда «Подари жизнь». Вырученные за счет благотворительных акций средства отправляются на лечение конкретных детей. Школа дала путевку в жизнь многим выпускникам, ставших впоследствии успешными дипломатами, переводчиками, политиками, известными журналистами, режиссерами, актерами и художниками. В 2014 году в рамках реформы московского образования был создан новый образовательный комплекс номер 2107, частью которого стала наша школа. Сегодня наши ученики по-прежнему становятся победителями и призерами Московской и Всероссийской Олимпиады школьников. Среди выпускников есть 100-бальники по ЕГЭ. Многие поступают в престижные российские и зарубежные вузы. А вот для этих малышей из подготовительного отделения «Юниор» первый звонок прозвенит в следующем учебном году, пока они осваивают буквы и цифры. Им не терпится скорее начать большой и захватывающий путь. А стартом станет наша школа. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok